Тоже попали под мошенничество со стороны этих ремонтников? Да, да, да. Именно вот этот Сергей Галимов. У меня это все началось в феврале месяце. Как бы я уже опустила руки и уже стараюсь забыть, точнее, можно сказать, забыла. И тут так произошло, что я вызвала опять мастера, уже официально как бы в саму контору, то есть не по объявлению, как вот это, вот, и пришел молодой человек и говорит, такая ситуация, говорит, есть вот такая вот у женщины, у Анны, уже вам там телефон, ну как бы получилось, что мы связались, и как бы все это опять, как бы получается, возобновляется этот процесс. Поэтому, видите, я понял, а у вас, давайте я задам несколько вопросов, для того, чтобы понимать, у вас с таким Сергеем Галимовым есть какие-то договора подписаны, хоть что-нибудь? Нет, только есть акт, который приема-сдачи. Договора нету, потому что я тоже обращалась к Владимиру Венгину, это вот по защите прав потребителей, вот, и он мне говорит, если бы был договор, можно было бы запросить, ну, там, письмо, ему направить именно по адресу, где вот эта организация. Ну, так как договора нету, и на этом дело встало. Ну, я обратилась в полицию, написала заявление, ну, естественно, был отказ, возбуждение дела по мошенничеству. Ну, и на этом, как бы, я все. Хорошо, понятно. В случае чего будете участвовать в качестве свидетеля по гражданскому делу, подтвердить, что вот этот человек оказывает вот такие-таки услуги некачественно? И такой вот вопрос, мне интересует конкретно, что он сделал, вот, опишите, вот, допустим, он пришел ремонтировать что, холодильник или что у вас он ремонтировал? Да, холодильник, у меня, у меня перестала работать морозильная камера. Ну, я, естественно, позвонила, он пришел, посмотрел, то еще ты, говорит, компрессор надо заменить. Вот, ну, все, как бы, он, говорит, надо, написал у меня даже, ну, у меня, правда, все в фотографиях. Все в фотографиях, потому что он мне прислал на WhatsApp все, как, я вот, кстати, я не отправила, я могу вам все отправить, чтобы вы ориентировались, вот, что он пытался мне делать. Я понял, Наталья, давайте сделаем так, я сначала вам задаю вопросы, вы отвечайте максимально коротко на мои вопросы, а потом мы с вами подвеседуем, вот, конкретно расскажите, какие работы он делал, опишите вот эту ситуацию, не отвлекаясь ни на что другое, кроме этого вопроса. Хорошо, вот, ну, пришел и обозначил мне работу, пришел там через пару дней с компрессором, заменил, потом обманку какую-то поставил в самом холодильнике, вот, и закачал фреон, как бы все это, как бы все, работу он сдал. Ну, естественно, холодильник работает, ну, работает все. Естественно, я расплатилась, написала, вот, он у меня, акт этот, я подписала, что холодильник, да, в рабочем, как вот. Все, понятно, следующий вопрос, следующий вопрос, ну, давайте, я буду, когда, вот, я что-то услышал, и буду вас здесь что-то перебивать, ну, реагируйте нормально, это потому, что я услышал вопрос, мне надо задать следующий вопрос. Тот компрессор, который он поменял, он, где находится, помененный компрессор? От самого производителя Смотрите, он пришел Поменял вам компрессор То есть он поставил вам новый компрессор Старый компрессор где? Ну он был, потом я его Чем-то месяца выбросила Выбросили, да? Ага Насколько вы уверены По вашему внутреннему ощущению, что компрессор был неисправен? Ну, я не могу никак Потому что не понимаю в этом ничего Просто было озвучено То, что сгорел компрессор Это вот То есть вы ему безусловно поверили Что сгорел компрессор И вот он пришел, поменял А может быть там просто фреон вытек И поэтому у вас, скажем так Не работал холодильник должным образом А в качестве какого-то обоснования Чтобы взять с вас денег побольше Он придумал, допустим, историю Про компрессор Там у кого-то про плату придумал У кого-то там еще что-то Ну, надо же какой-то объем работать, накрутить Возможно, это так и было Но я-то как бы человек не знающий вот этих моментов Поэтому, естественно, я согласилась с его Все, я понял Ну, я вас спросил Значит, компрессора нету Сейчас экспертизу по нему не провести Не установить исправен Но он неисправен Потому что вы от него избавились Вы его выкинули Ну, я его выкинула Даже месяц назад Он стоял у меня в коридоре Он меня просто уже мучил И я, естественно, выбросила Я даже не могла подумать Что, возможно, вернется Спять этот вопрос Хорошо, давайте Буду наводящие вопросы задавать Скажите, пожалуйста До того, как он его отремонтировал Холодильник полностью не работал Либо не работала только морозильная камера Не работала только морозильная камера Все остальное работало Ну, то есть, логически Понимаете, да? Что компрессор здесь ни при чем Абсолютно Хорошо, сколько вы заплатили денег А, ну, возможно, вы не понимаете Потому что это технический вопрос Сколько вы заплатили денег За сам компрессор И за саму работу По его замене Все вместе, как я ему платила 32 600 рублей Охренеть А холодильник сколько вас стоит? Сколько ваш холодильник стоит В магазине новый? Ну, приблизительно Я на тот момент не знала Цен на холодильнике Потому что везде же цены выросли Поэтому я думала Он будет стоить 60 Ну, где-то 50 Вот он стоит 50 А что за холодильник марка Там модель, может быть, скажете? LG LG, да? Ну, понятно То есть, условно говоря Взял с вас Чуть-чуть дешевле Стоимости этого холодильника Понятно Ну, естественно Видимо, увидел, что дурочка Поэтому, чего бы нельзя с ней больше Ну, у них такая методика Значит, 32 Он входит в эту стоимость И сама стоимость компрессора И самой работы Правильно? Все вместе, да Все вместе А у вас в акте выполненных работ Есть разограничения Что компрессор стоит Допустим, 10 тысяч А остальное, допустим, стоит работы Ну, или что-то в этом роде Чтобы определить вообще По какой цене он вам продал компрессор Как он оценил свои работы По его замене Он мне прислал на WhatsApp При мне же Список Тех Что он будет заменять И напротив Все цена Елена, давай Ой, Елена, говорю Наталья, давайте еще раз Я задам вопрос У вас в акте прописано В акте Вы сказали В акте нет В акте нет Нет У вас будет возможность Мне этот акт сбросить По WhatsApp Да Так Значит, актик вы мне скинуете Договора никакого не было И фотографии Правильно? А у вас случайно Может быть И вы его как-то сфотографировали Может быть Какое-то дело Есть у меня все Все есть Его фотография С WhatsApp Я Ну, как бы Обозначила фотографию Сфотографировала У меня есть Я сейчас вам пришлю И расценки Какие он мне прислал Что Ну, что Это Какая-то там Замена Какого-то Запчистей Вот так вот скажу То есть у вас есть фотографии Сергея, правильно? Да Именно Сергея Да Прекрасно Ну, будет это хорошо Так Отлично Так Так Значит А случайно разговор С ним не записывали Нет Может быть Видео Аудио На телефоне Он мне присылал Он мне присылал У меня переписка С ним есть Ага Переписка Тоже хорошо Переписка Потому что Когда Начал Какие-то Происходить Щелчки В холодильнике Ну, после ремонта На третий По-моему Или на второй день Я ему написала Даже Сняла Звук Вот этого Этих Щелчков У меня как бы Все сохранено У меня Все это Каким-то Странным образом Вот Переписка У меня полностью Все есть А такой вопрос Я понял Да, это прекрасно Что это есть Это вы мне Все отдельно Потом скинете Для того, чтобы Это тоже Исковое заявление Готовить Все остальное А вот Он В итоге Холодильник Сейчас Работает Нет Вот Завтра Мастер Придет Его Делать А что С ним Случилось Почему Он Перестал Работать Я имею Ввиду Что Он Не Работает Вообще Не Морозит Не Холодильник Какая Не То же самое Что было Изначально Все так И осталось Так Теперь По времени Значит Когда Произошла Первая поломка Когда Вы обратились К этому Сергею В каком Месяце Хотя бы Дата Не обязательно Так Примерно Я Даже Знаю Потому Что Сейчас Пересмотрела Заявление В полицию И У меня Там Все Расписано Прям Дня По Минутам Я Могу Кстати Вам Тоже Скинуть Да Да Но Все Документы Которые Касаются Вашего Дела Все Обращение В полицию Ответ Из Приеду Хорошо Значит В начале Февраля Вы Обратились А когда Был подписан Акт Выполненных Работ Когда Вы Заплатили Эти Три Тысячи Шестого Вот Шестого Февраля И Когда Он Второй Раз Ломался Когда Он Второй Раз Ломался Ну Вот Если Шестого Он Это Установил Значит Девятого Он Полетел Там Мне Все Расписано В Заявлении Буквально Сломался В течении Недели После Того Как Он Сделал Правильно На Третий День На Третий День Хорошо После Того Как Он Сломался Второй Раз То Все Это Время Он До Сегодняшнего Дня Стоит Неисправным Этот Холодильник Ваш Или Как Да Неисправный Хорошо А Вы Сергею Потом Обращались Сказал Что Вот Вы Три Дня Тому Назад Отремонтировали Подписали И вот Он Не Работает Конечно Я ему Звонила Ну Постоянно И у меня Даже Телефоны Напарника Какого-то Начальника Я все Звонила Они Мне Все Тшевали Мы Передадим Сергея И он Перезвонит Я Уже Договор Говорю Сергею Мне Предоставьте Договор Он Говорит Как Только Придет Аккумулятор Замены Он Куда Типа Аккумуля Ой Господи Результат Проверки Подождите Подождите Стоп Стоп Какой Компрессор Он отправил На проверку Вы же Сказали Вы Компрессор Выкинули А он Поставил Новый Нет Он Выбросил Который От производителя От самого Холодильника Тот Который Сгорел Повтор Которого Он Заменил Я уже Что-то Начала Не речить Он Его Приехал Забрал И Сказал Что Я Его Отправлю Заводчику От кого Вот он Заказывал Подождите Стоп Стоп Давайте Чтобы У меня Было Прояснение Четкое Понимание Значит Второго Числа Вы К нему Обратились Он К вам Приехал Шестого Числа Он Поменял Компрессор Подписали Акт Выполненных Работ Девятого Числа Он У вас Полетел Он К вам Что Приехал И Снял Этот Компрессор Да Он Приехал И Говорит Мне Надо Его Компрессора Да Ну Это Совсем Другая История Получается Абсолютно Он К вам Приехал Какое-то Говно Поставил У вас Холодильник Через 3 дня Перестал Работать Он Это Говно Снял И Потом Начинал Вам Грузить О том Что Он Кому-то Что-то Отправит Да Он Вообще Не должно Это Никак Волновать Куда Он Что Отправит Он Должен Был Поставить Другой Компрессор Значит Если Вообще В компрессоре Дело Было Ну Вот Так Да А Выпросил Я Производственный Который Изначально Ну Я Понял Который Был Установлен Изначально При Продаже Холодильника Все Понятно То есть На данный Момент Вы Не Имеете Ни Исправного Холодильника Ни Компрессора Который Вы Оплатили В Размере 32 тысяч И В том Числе Работы По его Установке То есть Он Принцип И вам Продал Компрессор С его Установкой И потом Его Изъял И на Сегодняшний Момент Пропал Правильно Я понимаю Да Все верно Ну Аналогичная Ситуация Как у Анны Приехал Снял Плату И пропал У вас Приехал Снял Компрессор И пропал Да Который Установил Понятно Понятно Ну Все Ясненько Ланька У вас Есть Возможность Вот на этот Номер Мой Ватсапе Сбросить Все Вот эту Переписку С ним Да Я сейчас Все это Проанализирую Я думаю Что может быть И от вашего имени Нужно будет Подавать Исковое заявление Потому что Судя Из того Что вы Рассказали Фактически Он вам Работу Не оказал Которую Которую Вы оплатили В размере 32 тысяч рублей Соответственно Скиньте мне Документы Подтверждающие Что вы эту сумму Заплатили Вы оплачивали Как ему Наличкой Либо на карточку Все очень плохо Да Я ему заплатила 800 авансом А потом Я ему Вопрос услышали Мой Вопрос простой Вы заплатили Наличкой Либо на карту Перечислили Отвечайте Просто на вопрос Я говорю Часть Перевела Наличкой Через карту А часть Большую часть Передала Наличными Деньгами Отдавали Когда наличную Как это было Зафиксировано Никак А вот дочь была У меня Дочь была Но она несовершеннолетняя Она наверное То есть Правильно я вас понимаю Что В акте Приема-передачи Вот этих работ Которых он сделал Ничего не прописано О том Что Деньги были заплачены Он там Нет В акте Прописала Я вот Что я платила 32 600 Это я написала В акте На акте Есть его подпись Да Все Ну вот Поэтому я вас и спрашиваю Есть ли у вас доказательства Подтверждающие оплату Этой суммы денег Вот вы мне сказали Что есть И тут не имеет значения Там дочка Не дочка Все Скидывайте Значит Этот копию Ну фото этого Тоже документы Ну хорошо Сейчас все сделаю Сейчас все сделаю Ну в принципе Все понятно Ситуация понятна Давайте Будем подавать Значит на данный момент Два исковых заявления Значит от Анны И от вас Угу Потому что Ну С вашей ситуацией Вообще все понятно Если есть Факт То что он работу до конца Не выполнил Будет судья Доказать Извините Мастер который будет Ремонтировать Вот Он скажет Я могу зафиксировать То, что в холодильнике ничего нет Он даже обманку эту поставил Вообще непонятно для чего Да, смотрите, обязательно Когда к вам мастер придет ремонтировать? Завтра утром Вот обязательно пускаем все это зафиксируют Вы на всякий случай все тоже Отфотографируйте Его консультацию Его разъяснение по поводу холодильника Прямо на телефончик включите аудиозапись Чтобы зафиксировалось Что он будет рассказывать про этот холодильник Почему он не работает, каких запчастей не хватает И тому подобное Хорошо Потому что это тоже важно, потому что вы не специалист А он специалист Может быть там этот Сергей что-то еще дополнительно снял Из вашего холодильника Мы знаем точно, что он снял компрессор Он может быть там и плату снял И все что угодно Уже давно продал на рынке, скажем так Или установил на какой-то другой холодильник кому-то Да, ну мастер сказал Если надо мои показания Или что-то, я готов помочь Да, ну соответственно тогда возьмите его данные Как его зовут, фамилия, имя, отчество Чтобы его в качестве свидетеля заявить В исковом заявлении, чтобы его пригласили Все, тогда до завтра Если что звоните мне Я думаю мы этот вопрос там быстренько решим Все, хорошо, спасибо Сейчас все вооружу, сброшу Все, спасибо, тогда до свидания, до связи Ага, до свидания, все хорошо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok